Развитие морского, экологического, гастрономического событийного туризма обсудят на 4-м Тихоокеанском туристском форуме. Традиционно он пройдет в конце весны. На три дня в Приморскую столицу съедутся представители нескольких десятков стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Также в Владивосток приедут представители туркомпаний и чиновники Дальнего Востока. С каждым годом, проводя данное мероприятие, мы выходим на более новый формат, высокие, значимые. Количество участников с каждого года у нас возрастает, как и российских участников, так и международных участников. Программа форума будет состоять из трех блоков. Деловой программы профессиональной туристской выставки ПИТЭ и фестиваля День путешественника. У нас будет представлен внутренний туризм, выездной туризм, культурно-познавательный, развлекательный, этнографический, экологический, самотожный, курортный, детский, образовательный. Мы ожидаем наших партнеров из Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Это Корейская республика, КНР, Япония, Кангоджия, Филиппины, Малайзия, Гуам. Регионы Дальнего Востока презентуют себя в рамках проекта «Восточное кольцо России». За прошедший год наши соседи должны были доработать сеть турмаршрутов, которые будут начинаться во Владивостоке и продолжаться в Якутии, Амурской, Магаданской, Сахалинской, Иргутской областях и в Республике Крым. И регионы увеличили количество туров, использовав перевозку по железной дороге. Такие предложения пользуются популярностью у молодых людей. Цена перелета в краеугольный камень для развития внутреннего туризма Приморья. На сегодняшний день правительством сделано много, во-первых, это введение прямых тарифов, то есть цена билета фиксирована вперед между центральной части России и дальневосточным регионом. С января-под декабрь 2017 года Приморский край посетили более 640 тысяч гостей из разных стран. По отношению к аналогичному периоду предыдущего года прирост составил 13%. Самым массовым стал турпоток из Китая – более 420 тысяч путешественников, из Южной Кореи – 100 тысяч человек, из Японии – более 18 тысяч туристов. За год Приморья посетила более 3 миллионов российских граждан, что на 500 тысяч человек больше показателей 2016 года. На увеличение турпотока повлиял федеральный закон об электронной визе, в соответствии с которым в Приморье въехали около 4 тысяч гостей из 13 стран. Упрощенный визовый режим должен стать одним из драйверов развития туристической отрасли региона. Также край принял рекордное количество морских лайнеров – 15. На территории Приморья проведено около 300 ярких событийных мероприятий, которые привлекли тысячи путешественников. Кроме того, край активно позиционирует себя на международных конгрессно-выставочных площадках, таких как КОТФА, Туризм-Экспо-Джапан, Родшоу-Визит Раша в Токии, Сеуле и Осаке. Катерина Матвеева, Алексей Заровный. Новости на восьмом.